Бишкек меняется, меняемся и мы, но любить его не перестану, говорит коренная бишкекчанка Гульсара Суинбаева. Любимое место для прогулки, конечно же, бульвар Эркендик. Или, как его называют бишкекчане, по прежнему названию бульвар Держинского. Всегда многолюдно, пожалуй, именно здесь можно встретить жителей разных возрастов и национальностей. Бишкек – необычный город, говорят жители столицы. Похорошил наш город, похорошил наш бульвар, появились новые красивые дома. Хорошо, что старые постройки остаются красивые, такие же в таком виде. А то, что новые я только приветствую, посадили много деревьев, смотрите. Если даже старые убираются, новые тоже сажаются, потому что наш бульвар Держинского – это наша история. Я его помню с тех пор, как родилась, мы здесь с мамой гуляли. Когда я была маленькая, мы с мамой часто гуляли, видели известных поэтов, известных прозаиков, актеров, режиссеров. Бульвар Эркендик называют парадным ходом столицы. Эта зеленая зона пролегает через весь центр Бишкека. Жители и гости отмечают большие изменения. Столица нравится людьми – добрыми, отзывчивыми, внимательными. Чистый, зеленый, чистый воздух, парков много, скверов много. Я здесь родился, здесь живут мои дети, здесь мои родители живут. Надеюсь, он станет более благоприятным в плане инфраструктуры и чистоты. Вот этого не хватает. Сейчас большое внимание уделяется экологии и озеленению. Как все знают, Бишкек в советское время звался самым зеленым городом Центральной Азии. Сейчас же это название пытаются вернуть. Новые парки и скверы, прогулочные зоны – все это становится излюбленным местом горожан. В части озеленения города огромные средства и силы вкладываются в это направление. Первое – это значит, мы возвращаем многие земли, которые были предоставлены под зеленые зоны. Второе – строятся скверы в восьмом микрорайоне Джукея-Пудовкино, шестой микрорайон, одиннадцатый микрорайон. Третье – это строятся огромные парки на батальею Аманаса, парк Балалых на советской южной магистрали, ПАЦ совместно с азербайджанским посольством и другие объекты. На сегодня в столице проживают больше миллиона человек. Мегаполис является центром экономической, социальной и культурной деятельности. Здесь сосредоточены политические силы, крупные бизнес-структуры тоже находят развитие в столице. В целом экономика бичкека оперируется в основном на услуги. Соответственно, мы видим, что даже в этом парке, что сектор оказания услуг, она немножко быстро восстановилась. У нас нету больших промышленных объектов, у нас нету традиционных для других, скажем, промышленных стран видов экономики. Соответственно, в основном у нас народ живет сферой услуг. Соответственно, мы видим, что у нас очень динамичный народ, очень быстро адаптируется. В связи с этим, я думаю, у нас экономика растет. Единственный пример для этого является ежегодный рост показателей ресульканского бюджета, где 80% всех доходов ресульканского бюджета дает город Бишкек. По мнению жителей столицы, за последние годы Бишкек стал намного красивее и уютнее. Развитие городской инфраструктуры, строительство дорог, озеленение. Сейчас еще столицу называют городом цветов, так как клумбы цветут практически круглый год, с весны до осени. И когда, как не сейчас, весенние теплые денечки, любоваться цветением пышных тюльпанов. Надежда Усова, Руслан Саботаров, Аллату-24.